С добрым утром! Сейчас время 8 утра. Сегодня я встала в 6 утра, потому что, потому что девушке, моей заказчице, надо было отправить торт по доставке в 7 утра, поэтому я встала в 6. Короче, я ни хера не выспалась, очень хочу спать, но мне нужно было еще 2 туртика доделать. Другой человек заберет 10-9, а третий человек, я не знаю, сколько заберет. Как проснется, так и заберет. В общем, сегодня 3 туртика я отдала, ой, сделала, еще не отдала. Хочу спать, но спать не буду, пока не отдала все тортики. Также у меня на завтра один тортик, но там сложный дизайн. Там надо аисты нарисовать, цвета, знаете, такие постельные, то есть надо в них попасть. В общем, я замучаюсь. Сегодня я обнаружила утром, что у меня закончились мешки кондитерские. Это просто облом века был. Но благо, у меня осталось 3 мешочка, и благо, что цветов много не надо было, то есть нужно было белый, красный и черный. Все, больше не надо было. Поэтому мне хватило мешочков. Вот сегодня надо обязательно съездить, купить мешочки. Сразу куплю 200 штук, наверное. Сейчас я заказала с самоката бумагу туалетную, она у меня закончилась. Кашу рисовую и круассан. Короче, круассан, красный бархат называется. Он очень вкусный, там внутри такой нежный крем. Я вчера ездила с дядей в ТЦ, мы там гуляли, я его сводила в ресторанчик. Мы еще катались на какой-то штуке непонятной из виртуальной реальности, знаете, там сели, получается, нам надели очки, и вот эта штука нас туда-сюда трясла. Вот. Вот, приезжаю я с планеты вчера домой, и муж такой говорит, я, говорит, заказал курочку. Что-то там я заказал, не скажу, ля-ля-ля, иди забери, типа, ну, встречай. Вот. Я такая, ты, типа, с ростик заказал курицу? Он такой, как ты догадалась, ты за мной следишь. Ну, курочка-то одна, блин, которая, как бы, ну, которая вкусная, только в КФСе, хотела сказать, в ростиксе, в ростиксе. Господи. И я-то уже поела, я уже обожралась. Он еще и бургер купил, курочки, картошку фри, сырный соус. В общем, я поела чуть-чуть. Ой, я вчера так обожралась, вы не представляете. Я просто лежала, мне было плохо. Ну, сегодня встала, естественно, опять 103 килограмма вешу. Конечно же, это все уйдет естественным путем. Надо просто подождать. Поэтому я и купила туалетную бумагу. А пока я просто позавтракаю, наверное, рисовой кашей и карусанчиком. Еще какао себе сделаю. Вот вкусненько поем. И, наверное, посчитаю калории. Я считаю калории чисто, ну, скорее всего, для интереса. Это чисто для интереса, для себя и для вас, естественно. Чтобы вы понимали, сколько я жру. Мы вчера еще попробовали зеленый чай с вот этими вот шариками, которые сейчас очень модные в чае. Бубль, бабль, бабу. Короче, там шарики в чае. Вот, и они лопаются, как икра. Я выложила сториз, как я из трубочки пью этот коктейль, и как шарики помещаются мне в рот через трубочку. В общем, снимаю видео, все выложила. И смотрю, мне ответил косметолог на мое видео, на мой сториз. Такая говорит. Из трубочки не пить. Две недели, а то будет миграция геля. Я говорю, я один раз только попила, больше не буду. Она говорит, хорошо, я типа смотри смешная. Она за мной следит. Она меня контролирует. Что, где, как, я там с губами, короче, ее. Ну, я еще ведь к ней приду, когда все полностью заживет. Вот, ну, где-то, наверное, после десятых чисел я запишусь к ней и приду. Вот, поэтому я уже боюсь что-то выкладывать, а то напишет, скажет, ай-яй-яй. Ну, меня это смешит, если честно. Это очень мило и смешно. Ну, мне приятно, что она так, ну, хорошо относится к работе. Мне такие люди нравятся. А то, знаете, обычно, ну, особенно зарекламированные косметологи, они никогда на тебя не подпишутся взаимно. Они никогда не будут отвечать на твои истории, следить за твоими губами, да, там, будут ждать тебя, да, грубо говоря. То есть, они тебя запомнили. А обычно зарекламированные косметологи, они как бы, знаете, ну, сделали и отправили. Все, похуй. Типа насрать. Как конвейер они работают. Они делают деньги. Такие вот начинающие, которые, ну, я видела у нее сертификаты, она обучалась в 2022 году, и она все быстро сделала. Мне нравятся мастера, которые только-только начинают, они более-менее, мне кажется, что они аккуратнее, все делают как-то поответственнее, и за каждого, как сказать, переживают своего этого клиента. Тем более, я люблю скидки. Препарат у меня корейский, в принципе, препарат нормальный. Она всегда все озвучила, что делает. Типа я сейчас открою упаковку прямо перед вами, ля-ля-ля-ля, там, больно-не больно, вот это вот все, короче. Телефон нужен, вы сейчас будете, типа, 15 минут лежать, когда подействует. По анестезии я спрашиваю, типа, больно-не больно будет. Вот я ее в плане этого доставала, потому что я не люблю чувствовать боль. Мне больно. Когда мне больно, мне хочется плакать, ну, в физическом плане. И она сказала, что не обязательно ставить уколу, вот, ну, типа, просто помазать, и нормально будет. Но все равно больновато было, неприятно, но терпимо. Я сегодня кое-что вспомнила. Сегодня алмазная лихорадка. Я знаю, чем займусь. Я буду читать клуб романтики. Кто сидит в клубе романтики, ставьте лайк, пишите комментарии. Ваши любимые истории какие. Я обожаю алмазную лихорадку и сижу в клубе романтики только когда алмазная лихорадка. Ну, блин, а что? Хочется классно одеваться, хочется выбрать, знаете, какие-то интересные выборы. Например, плюс 18. У меня что-то ноздри открываются. Мои самые любимые истории это Кали, Зов тьмы. Два раза читала эту историю. Также мне нравится история Сердца Треспия. Тоже очень люблю эту историю, мне нравится. Я охотничею на тебя. Это моя самая первая история, которую я читала. Тоже очень нравится. Покоряя Версаль тоже нравится. Интересно. Песнь о Ниле. Ну, это новая история тоже мне нравится. Вот Секрет Небес. Ну, так. 50 на 50. В принципе, интересно, но... Ну, второй сезон мне больше нравится, чем первый. Первый какой-то... Какой-то странный. Вот второй сезон мне нравится. Пойдет. Я, честно, я нечаянно наткнулась на это приложение. Я просто скачала. Я думала, это для детей. Я его скачала просто чисто по приколу. Я даже не знала, что это такое. И у меня среди знакомых никто не играет в эту штуку. И я как бы скачала, что-то такое. Начала листать, читать, всякую фигню. Думала, что это такое? Что за интересная штука? Вот. А сейчас я в теме. Я уже почти все там прочеканила. Также мне еще нравится «Роза пустыни». Интересно. «Сквозь бурю и пламя». «Путь валькирии». Ну, это все, что я читала, и мне нравится. И «Графтек», интересно. И «Паруса в тумане». Там, конечно, рисовка не очень, но тоже интересно читать. Мне нравится «Паруса в тумане». Вот. «Яроститанов» читала. Ну, так, 50 на 50. «Цветок огня». «Цветок из огня» и «Тиамат». Тоже не особо мне нравится. Почему-то не заходит, не знаю. В общем, все как бы. Ну, самое такое любимое – это «Кали» все-таки. Мне нравится. И рисовка мне нравится, и история мне нравится. Прям хочется в Индю поехать, знаете. Все, я пойду завтракать. Надо кушать. И читать клуб романтики. Я просто в шоке. Вот это вот. Знаете, сколько здесь калорий? В рисовой каше 230 грамм. 529 калорий. Вот тут это вот. 270 грамм. Это что такое? Вы что туда кладете? Почему калорийность такая большая? Я в шоке. Вот здесь вот. Вот здесь вот. 278 калорий. А тут 500. Это уже 800 калорий. Я в шоке. Я даже не хочу это есть. Не хочу тебя. Ты слишком калорийный. В общем, рисовую кашу я съела где-то 100 грамм. Пойдет. Пойду. О, мой гад. О, мой гад. Это так вкусно. Боже мой. У меня, кстати, в прайсе нету красного барсхарта. Я не хочу его делать. Кайф. В общем, мой завтрак на 500 калорий. Примерно. Я вчера купила мармелад. Тоже в планете. Пока мы с дядей гуляли. Я зашла в, как сказать, там, получается, в магазин мармелада. Вот. И купила рублей на 500 много-много кислых мармеладок. Это для мужа. Он любит мармелад кислый. Его сейчас нет дома. Он уехал. Куда-то там. На счет документов. Я сейчас открою мармелад. И посмотрю, что она мне туда положила. Я не смотрела, что она мне ковала. Я просто сказала, давайте мне всякие свои мармелады. Всякие ленты, не ленты. Черевички, не черевички. Все положите. Разное. Вот так вот они мне упаковали все. Ого. Ничего. Ничего себе. Надо попробовать. Какой же мне взять? Возьму вот этот вот. Нет, вот этот возьму. Кисоя. Мужу понравится такое. Пойдет. Получается, он KFC заказал, а я ему мармелад купила. На мармелад места не хватило. Он даже не знает, что я ему принесла. Сегодня узнает. Сегодня узнает. Поехали в кондитерский магазин. Я закупилась на 4000 рублей, чтобы потом не ездить. Купила самое основное. Сейчас покажу. Естественно, самое основное это творожный сыр. Я сразу купила 4 килограмма. Тут 2 килограмма. Купила краситель черный. Сразу купила большую баночку, потому что, ну, не знаю, черного очень много уходит. Купила краситель розовый. Тоже заканчивается. Любят розовые тортики заказывать тоже в последнее время. Купила массово. 82. 2% Все как надо. Этот намного дешевле, чем синяя вот эта с коровкой нарисована. Синяя с коровкой стоит где-то 400 рублей. Почти 500. А этот 360 рублей. Вот я ее покупаю. Она нормальная. Мне нравится. Сливки. Чуть-чуть к озеру не покупаю. Покупаю вот такое вот. Брянского молочного комбината. Они хорошие. Они мне нравятся. Я их купила 500 миллилитров, потому что буду карамель варить. Вот. Так-то я не покупаю такие большие баночки. Я покупаю маленькие. Чтобы не портились. Вот. Здесь у меня кондитерские мешки. 2 упаковки купила. Это где-то на 500 рублей. 40 сантиметров. 40 сантиметров. 200 с чем-то рублей стоит. Вот. И, естественно, коробки купила. Это коробка для Биг Бенда. Они очень удобные. Не покупайте тоненькие. Покупайте картонную коробку. В ней намного безопаснее перевозить небольшие тортики. Стоит эта коробка где-то... Блин, я не помню. Ну, рублей 100, наверное. Размеры коробки, которые я покупаю для Биг Бенда. 22-22-22-15 сантиметра в высоту идет. Это вообще прям нормально. Вот. Естественно, подложка идет у меня 22 сантиметра. Вот. То есть, это идеально для тортика, который получается диаметром 15-14 сантиметров. То есть, если вы будете делать Биг Бенда, то покупайте 22 сантиметра. Вполне идеально просто размерчик. Ну и коробку вот. С ручками обязательно берите и с окном. Ну, можно без окна, не знаю, как хотите. Вот. Там есть высота 13 сантиметров, но я беру 15. 15 вполне достаточно. То есть, тортик высотой 10 сантиметров и 5 дополнительно, на всякий случай. Тут у нас идут коробки для капкейков. Вот. Взяла, получается, вот такую вот. У меня недавно заказали капкейк... Два капкейка и один Бенда торт. То есть, вот эти я отрежу и здесь положу тортик. Тут два капкейка. У меня такой еще не заказывали. Обычно заказывают 5 капкейков и один торт. То есть, еще три дополнительно идут. Но на этот раз попросили вот такой вот. Чтобы два капкейка было. Я уверена, как вывожу такой наборчик для примера. И все. Сразу начну заказывать такие наборчики маленькие. Сейчас я буду варить карамель. Я вам подробно расскажу, как я варю карамель. Потому что этот рецепт может пригодиться вообще всем. Можно его использовать просто к чаю. Она получается очень вкусная. Вот. И как бы легко готовится на самом деле. Итак, первое, что мы делаем, это взвешиваем сахар. Надо 200 грамм. Ровно 200 грамм делаем. Ни больше, ни меньше. Тут у меня кастрюлька с толстым дном. Кладете 200 грамм сахара. Вот. 202 грамма сахара. Ну, 200 грамм сахара получилось. Все. Вот это ставим на плиту. Включаем максимум. Вот. 9. Все. Пусть остается. Мы занимаемся сливками. Здесь у нас большая кружка. Сюда наливаем 200 грамм сливок. Все. 200 грамм сливок есть. Пока оставляем в микроволновке. Сюда поставим. Пока не включаем. Естественно, нам понадобится сливочное масло. Тут у меня 30 грамм. Ну, это примерно кладите. Это не сильно, как сказать. Можно 40 грамм, 30 грамм. Можно чуть меньше масла положить. От этого вкус сильно не меняется. Ну, будет сливочный такой, если масло положить. Дальше нам понадобится тарелка. Такая глубокая тарелка. Сито. Обязательно сито надо. Тут вот масло лежит. И нужна лопаточка. Сейчас будем перемешивать сахар. Сахар мы перемешиваем. Она пока комочками, но она расплавится до конца. И ставим сливки вливаться. Сахар должен полностью раствориться. Ну, если не раствориться, ничего страшного. Маленькие комочки все равно через сито не пройдут. Можно даже огонь убавить. До половины. Опять поставила. Если сливки не успевают нагреться, можете с плиты убрать карамель. И получается поставить потом обратно. Когда уже сливки сделаются. Видите, она стала жидкая и коричневая. Вот уже можно заливать. Сливки бурлят. Все. И по чуть-чуть вот так вот кладем. И перемешиваем активно. Только аккуратно можно обжечься. Очень-очень больно карамелью есть обжечься. Так вот по чуть-чуть, не торопитесь, перемешивайте все. Вот уже бурлит, попадает на руку. Теперь это все дело мы провариваем. Аккуратно только. Аккуратненько перемешиваем. Все вот так вот. Выливаем в тарелочку. Вот видите? Поэтому надо сито. Перемешиваем получается масло, пока не растворится в карамели. Надо это сделать так-то в кастрюле. Ну ладно. Можно в тарелке. Без разницы. Вот такая вот карамель получается. Мы берем пленку. И накрываем полностью карамель. Вот, собственно, вот так вот накрываем. Так вот делаем. Если нет стрич-пленки, можете пакетом просто закрыть так же. Так вот все. Чтобы воздух не попадал. Все оставляете при комнатной температуре. Вот тут вот. Оставляете. Пусть остывает. И в холодильник потом кладете. Сразу в холодильник не советую класть. Она может, не знаю, засахариться. К примеру. Поэтому я на всякий случай не кладу в холодильник. Пусть так остынет при комнатной температуре. И положу в холодильник. Будет намного спокойнее. Обязательно, когда попользовались, закрыли. Вот так вот. Плотненько. И она у вас прослужит вам надолго. То есть хранить в холодильнике нужно. Пока она такая жиденькая. Ну, остынет, нормально будет. Я забыла сказать, что я еще купила ваниль. Ванильный сахар. Вот такой вот и такой вот. Это для бисквита. Я сварила корабель. Сейчас такая сижу. И вспомнила, что ко мне пришли, оказывается, весы с мегамаркета. Я их всего... Это Аксиоми. Я их заказала всего за 500 рублей. Я, получается, заказала когиточку и весы. Заказ у меня обошелся на 1000 рублей всего. Что говорить-то? Вот покажу. Вот когиточка, весы Аксиоми. 1000 рублей. И 99 рублей. Весы уже пришли. Вот курьер уже в пути. Я вызвала доставку, чтобы мне привезли весы. Когиточка придет завтра. Тоже вызову доставку. Ну, курьера. Будет курьер везти из самоката. Они типа сотрудничают. Вот мегамаркет получается. Вот, собственно, скидки и кэшбэки. Вот здесь вот, в этом разделе ищите скидку. Ну, промокоды. Тут есть вот за бонусы какие-то. Вот все это мегамаркет. Реклама. Ну, она у меня уже исчезла, потому что я уже воспользовалась промокодом. Мои весы пришли. Сейчас будет распаковка. Но сначала я выйду, отдам тортик. Ах, какая красота! Класс! Будем распаковывать. Красота! Надо батареечки вставить. Я включила. Все, надо встать на весы. Проверить их. О! Как я и говорила, я после КФС набрала килограмм обратно. Собственно, они работают. Все классно, стильно. Я довольна покупкой. Девочки, диета накрылась медным тазом. Мы сейчас заказали еду из бургер Кинга. Заказали комбо из бургеров каких-то там. Картошку фри. В общем, сегодня диета накрылась медным тазом. А завтра, получается, я пойду на свидание. Вот. Тоже буду кушать. Поэтому пока диета откладывается. Послезавтра начну. Девочки, хотела вам показать новую сумку свою. Тут тоже купила свалпресс. Стоит где-то, ну, рублей 700-800. Вот, собственно. Смотрите, какая она классная. Просто у меня вечная проблема. Хожу с зарядкой, с телефоном, с картами. И мне все время не хватало сумочки. Маленькая именно. Чтобы, если гулять, пойти, взять какую-нибудь сумочку. А у меня только большие. Либо портфель. Я с портфелем уже не хочу ходить. Вот поэтому я взяла вот такую вот маленькую сумочку. Также вот ремешок идет дополнительно. Если поменять, уже стиль будет другой. Вот. Я заказала две сумки на выбор. Мне понравилось именно это. Внутри, получается, так, тут мои карты. Вот. Ссылочку оставлю, естественно, в описании. Если кому-то понравилось, сумочка. Можете себе и прикупить такую же. Да, пошел. Это что такое? Что за пряниц? Не знаю. Ммм, это сыр. Мушенька. Девушка, это о средней школе. Мы смотрим Токийские мстители. Я все еще единственник. Где же я так облашал? Смотри. Смотри. Это оно, да? Жизнь не поносится перед глазами. Живу я. Боль превосипую. С Такой я дружил с детства. Я не видишь, я не дал последний выпуск журнала. Да, видел. Всем с добрым утром. Мой день начинается с покупок еды. Я решила, пока не заказывать самоката, решила пока сама готовить. Поэтому я закупила всякими специями. Вот тут мексиканская смесь, колбаса, яйца, паштет. Вот купила на хлебушек. Сыр, помидоры, огурцы, мороженка просто, сметана, кетчуп. Кетчуп этот для готовки чистым. Тут пельмени на какой-то день. Грибы. Айсберг. Салат-айсберг. Тут тортилья, получается. Специи, сахар. В общем, так, закупилась чуть-чуть. У меня уже мясо есть. Как бы там у меня в морозильнике лежит и филе куриное, и фарш, получается. Вот поэтому мясо я не покупала. Крупы тоже у меня есть. И рис, и гречка, все есть. Картошки только не хватает. Я забыла картошку заказать. Вот. В общем, я потихоньку собираюсь. Иду на съедание, как я вчера говорила, с моим мужем. Вот я уже потихоньку собралась. Осталось только одеться, и все, можно идти. Что ты поделаешь? Себя показать хочу. Как я уезжаю. Меня тут зачем? Тебе не надо показывать. Ставишь, а уйдут, потому что не надо. Все, я готова к свиданию. Так и одета сумочка, маечка, рубашечка, юбочка. Пойду в кроссовках, потому что в этих. В босоножках не хочу идти. В них неудобно ходить. Вкусно? Мы ждем свой бургер и калья. И пиццу. Красивое, да, место нашли? Вот нам принесли наши бургеры. Это тот самый фак веган. Пиццу. В общем, мы обожремся, я так понимаю. Ищи. Пиццу. Мы с вами с вами с Тритой. Мы защиты с собой целую колпу. Разве это бабушки? Кеомасы здесь нет. Это плохо. Погоди. Это же богите, нас не предупреждали. Мы в твоем стиле. Ты так мерзкий тип, что дергает за ниточки. Есть такой кейчик. В съезде фикс-прайс я купила товары для дома. И для моего бизнеса с тортиками. Как уже догадались, это вот эти корзиночки. Потому что, как видите, у меня тут страшные корзинки. Тут у нас терка. У меня нет терки. Купила вот такую вот штучку. А то волосы мешают. Хотелось бы что-нибудь такое миленькое. Купила вот такой вот контейнер. Он маленький. Скорее всего, подойдет для свечек. Что-нибудь такое вот. Там очень много было разных контейнеров. Но вот эти вот самые лучшие. 99 рублей стоят одно. Они очень красивые. Мне прям нравятся. Сделать. Купила доску. Тоже стоит где-то 99 рублей. У меня есть деревянная доска. Но мне еще хотелось бы пластиковую. А вот милая повязка для волоса с клубничкой. Теперь можно делать масочки. И волосы мешать не будут. Хэппи у нас спал. Хэппи. Субтитры создал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Какая красота получилась! Здесь у меня будут ленточки, посыпка, жвачка, наклейки, тут свечки, ложки, тут всякие красители, посыпки, вот тут. Здесь внизу осталось только прибраться, тут просто завал, но это потом. Я эту коробку вообще не трогаю, в основном я положусь вот здесь, для бента. И вот здесь вот, естественно, все беру. Тут коробки для биг бента, пакеты для бента тортиков и для биг бента пакеты большие. Здесь для капкейков коробки, и вот столик мой. Ну так намного лучше, прям вообще очень хорошо все выглядит. На этом мое видео заканчивается. Спасибо за просмотр, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на телеграм-канал тоже обязательно. И до скорых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok